13.06 в Кирове. Это программа «Особое мнение». Как и обещала, я в студии Светлана Занько. И это «Особое мнение» Азиза Агайло, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-Имфорум». Азиз Алиевич, добрый день. Здравствуйте. Значит, тут у меня есть сегодня темы и местные, и федеральные. Но хочется узнать, как вы относитесь к тому, что подписал президент Путин указ об уничтожении санкционных продуктов, везенных на территорию России. Их начнут уничтожать на границе с 6 августа. И тут, конечно, комментарии в интернете, огромное количество их. В частности, наш журналист местный Оксана Савельева пишет, что уничтожение продуктов и товаров, которые имеют надлежащее качество и могут использоваться по прямому назначению, это вандализм. Чими бы руками он не совершался. Но иные пользователи вообще предлагают сжигать их на глазах пенсионеров и прочее. Как вы считаете, можно ли было принять иное решение по поводу того, как распорядиться этими продуктами? Ну, должны понимать, что это было неким альтернативным решением, предложенным к тому, что было. То есть, у нас было как, если приходят санкционные продукты, то их просто разворачивали и отправляли обратно. Или если где-то обнаруживалось, то тоже отправляли их обратно. Вроде как изъять их нельзя было. Это как, ну и эти продукты потом находили окольные какие-то пути и все равно, значит, лезли, так сказать, на нашу территорию. Я хочу сказать, что люди такие предприимчивые, пронерливые, они есть везде. Несмотря на то, что Европа санкции применяет, тут же к нам товары посылают. Ну, извините, или вы не посылаете, или вы тогда санкции не применяете. И точно так же наши люди, значит, предприниматели. С одной стороны, значит, мы можем кричать, что Европа не права, а с другой стороны, тут же сами своими руками, значит, эти товары пытаемся ввести и продать на территории. Санкции применяют не предприниматели, правда же? Предприниматели пытаются кем-то образом обойти эти санкции. Конечно. А те, кто принимал этот закон, исполнители, они ловят эти товары. Я просто к тому, что мы, когда применяем санкции, мы не можем отделять. Это наша власть, это наше государство. Вот когда мы начинаем говорить мы и они, мы типа себя оправдываем. То есть, мы не нужно, это очень достаточно глубокая тема, мы с вами много раз говорили о том, что нельзя быть не до гражданами, нужно быть гражданами. Ну, что вы сейчас имеете в виду? Что нужно нормально, спокойно относиться к тому, что продукты уничтожаются, санкции есть санкции. Если мы не согласны с какими действиями, значит, мы должны подумать, как сделать так, чтобы эти действия были правильными. Теперь, если конкретно про продукты. Конкретно, да. Да, это вопрос уничтожения тех или иных продуктов. Но, наверное, там возникают по ходу какие-то технические вопросы, связанные с этим. А можно вообще эти продукты есть? То есть, что это за продукты? Может быть, это, ну, как наши уважаемые эксперты Кирова говорили, что нельзя кормить людей много пальмовым маслом. Может быть, это огромное количество каких-то продуктов, которые нельзя просто есть, а они идут на нашу территорию. Значит, получается, что на каждом пункте таможенном нам нужно сделать большую лабораторию организовать, чтобы по ходу сразу качество этих продуктов проверять, чтобы их впустить на территорию. Или как вот, конечно, можно говорить, что давайте те, которые можно по прямому назначению, значит, употреблять, давайте сразу отдавать и употреблять, да. Но это некая конфискация, да, продукта. А здесь идёт, ну, вроде как, проще уничтожить, потому что это правонарушение, а это орудие правонарушения. То есть, проще уничтожить, чем конфисковать. Потому что если будешь конфисковать, то начнутся судебные, значит, гийские разборки. То есть, не можешь их конфисковать и реализовать, раз на них наложены санкции, по санкции всегда подведены какие-то требования, там, какого-нибудь надзора, как вот сейчас с голландскими цветами. Нашли же калифорнийского трипса. Как же ты с калифорнийским трипсом будешь цветочки сейчас угрозить? То есть, вы понимаете, что технически есть сложности для того, чтобы их использовать по прямому назначению. Здесь, видимо, моральная сторона вопроса людей интересует. Как так уничтожать продукты? Смотрите, ситуация такая, что мы находимся в состоянии экономической войны фактически. Хорошо, давайте мы будем вести себя морально, в отличие от тех, кто в отношении нас находится нашими противниками. Неправильно это. То есть, история всегда показывала, что побеждает тот, кто ведет себя наиболее аморально. Почему варвары победили Рим? В войне, да? Да, потому что они были более варварами, чем, значит, римляне. То есть, они готовы были больше крови пустить, больше убить, там, и так далее, и так далее. Вопрос, вы мне можете сейчас задать вопрос, вы что хотите, чтобы мы были там? Варвары? Не нужно мне этот вопрос задавать, потому что каждый отвечает на этот вопрос всегда лично. Ты готов быть жертвой, но культурной жертвой, или ты готов быть победителем, но менее культурным победителем? В общем, на войне, как на войне, какой бы она ни была. Да, я считаю, что так. А сейчас идет защита интересов страны. Вот она вот так видится, эта защита. Если вы видите ее по-другому, давайте тогда не просто говорить, что давайте отдавать, давайте тогда сразу предложение. Мы должны провести правовую базу под это, что мы должны конфисковать. Мы должны сразу лаборатории ставить, чтобы проверять качество этих товаров. Ну, и дальше систему распределения, чтобы они, а к кому они должны эти товары пойти? Кому? То есть, вопрос-то ведь это без... То есть, понятно, что экономичнее проще уничтожить границы, чем заниматься... Да, чтобы не возникало массу других технических вопросов. Да, и которые повлекут за свои финансы. Затраты, конечно. Сейчас я повернусь лицом к городу Кирову. Вчера Владимир Быков отчитался перед депутатами о проделанной работе. Я смотрю материал на портале «Наблюдатель». Это портал газеты «Вятский наблюдатель». Называется публикация «Конь не валялся. Владимир Быков отчитался перед депутатами о проделанной работе». Цитирую. Глава города Владимир Быков 29 июля выступил с традиционным отчетом о проделанной за год работе перед депутатами городской думы. Он озвучил основные показатели, которые свидетельствуют о росте экономики города. Знаете, очень такой симпатичный материал. Рекомендую зайти на «Наблюдатель» о том, какой отчет получили депутаты и как на него отреагировали. Судя по этому материалу, у нас в городе Кирове все окей. Экономика растет, рождаемость увеличивается. Это в соответствии с отчетом Быкова. И занимательно еще и то, что практически ни у кого из депутатов не нашлось вопросов по озвученной информации. То есть депутаты сидели, доклад слушали, молчали, возможно, в конце аплодировали. А почему такое единодушие у депутатов и такая полная удовлетворенность? Что у нас в городе? Проблем нет? Или просто на этих докладах не принято говорить о проблемах и озвучивать планы и решения? Ну, смотрите, это выбор Быкова. То есть я сразу, чтобы потом при встрече с Быковым у него не возникало вопросов, да, я его как личность, значит, пока уважаю, хотя у меня отдельные претензии к нему там были связаны, помните, с детским хоккейным клубом «Гятка». Ну, это какие у вас претензии? Да, такие были. Но теперь это его выбор. Вот он хочет, вот он хочет, как бы, говорить об успехах. Он хочет показать, что он успешный глава города. Это его выбор. То есть вы же меня не спросили, успешный он глава города или нет? А я вас спрашиваю, он успешный глава города? Я считаю, что не очень. Потому что есть масса вопросов в городской среде. Это выбор тех депутатов, которые сидят и голосуют, как были там, это их выбор. Некоторых из них я тоже очень хорошо знаю. Некоторые потом пытаются объясниться, почему они так себя ведут. Серьезно? Абсолютно серьезно. Оправдаться пытаются, сказать, ну вот я же не могу, потому что вот у меня вот такой вот... Ну, какие причины называются? Ну, у кого-то сейчас какие-то существенные, ну, особенные ситуации, когда они не могут. Кто-то зависит непосредственно от решений. Это в основном финансовые какие-то вещи? Да? Мне сильно не хочется открываться, потому что... Не называй фамилии. Я понятия не имею, кто вас там знакомый. Кто-то, значит, кто-то работает, скажем, там, непосредственно, там, получается, что прямое воздействие может там городская администрация существовать на... А при чем тут городская администрация? Владимир Васильевич Быков возглавляет Думу. Ну, вы шутите? Нет. Ну, вроде бы формально он возглавляет Думу. Ну, и что, вы считаете, что городская администрация, вот, цена самописи, ну, о чем вы говорите? Ну, по мне, вот, если вы говорите про городскую администрацию и серьезное участие в работе Владимира Васильевича Быкова, то, наверное, он в своем докладе тогда бы должен был сказать, у нас в городском бюджете то-то, то-то, сосульки упали, значит, это мы сделали, тут мы вот это сделаем. Это же негатив. Ну, как? Ну, подождите. Дальше об этом ответили за... Что такое, когда человек должен, когда человек называет проблему? Ну, вообще, по логике. Я считаю, что это человек, который принимает решение. Он называет проблему, он ее обозначил, значит, он над ней работает. Да, он не только над ней, он говорит, как я над ней работаю и какой результат будет. Ну, значит, не работает глава города над этими проблемами и его аппарат. Вот, а это выбор депутатов, которые видят, что над этими проблемами никто не работает. И сами не хотят. И они, а им хорошо. Во-первых, у них есть статус, во-вторых, им выделены деньги, они там, в-третьих, в случае чего они этим статусом могут воспользоваться, в-четвертых, значит, партия не велела, значит, но Полицовет-то Единой России не сказал же, что надо критиковать, как бы, ситуацию там, потому что это сейчас, это вроде как расшатывание было бы ситуацией, понимаете? Ну, собственно говоря, устается от ситуации, когда люди критику воспринимают как расшатывание. Критика бывает разной, да, она бывает очень даже остро-позитивной. То есть, когда в результате критики действительно рождаются варианты решения тех или иных проблем. Может быть, это то, что хотят услышать люди, понятно, что доклад Владимира Васильевича транслируется СМИ на широкую аудиторию. Может быть, он в заботе о населении нашего города, который и так сейчас находится не лучше экономической ситуации. И вот они слушают, и идут по улицам, спотыкаются об ямы. Да, но у нас всё хорошо. Значит, ходят по дороге, где отсутствуют тротуары, значит, перепрыгивают через лужи после дождей там. Ну, о чём вы говорите? Кто слушает и читает, кроме... А на выборы-то люди пойдут же в городскую думу? Ну, вы же помните, как прошлые выборы проходили? Да. Поэтому пока нет сегодня. И сделают то же самое? Да. Я-то вообще, честно говоря, считаю, что... Ну, я не сильно люблю как бы не системную там оппозицию, да, потому что считаю, что у них масса своих там проблем и тараканов, так да. Но я считаю, что нужно во время выборов вот системщикам, пусть они... Они для меня тоже как бы где-то, ну, масса людей среди них, которые тоже, ну, ангажированы там и так далее, и так далее. Но, по крайней мере, хотя бы, ну, хотя бы периодически мы можем видеть какие-то другие подходы к ситуации. Какие-то другие, хоть какие-то, да? Хоть какие-то другие. И не вот это самое продемонстрированное нынешними депутатами городской думы молчаливое единогласие. Да? Пойдёте на выборы, когда будет пересбираться городская дума? В каком смысле? Буду ли голосовать? Да, будете ли голосовать? Ну, я всегда хожу в голосовую. Всегда будете голосовать. А знакомитесь лично с депутатом, который баллотируется? Практически с многим знаком. Практически знаю историю многих и... А пытались когда-то спрашивать с вашего депутата, наверняка возникали вопросы. Всегда, и не только со своего. Всё время смотрю в глаза, говорю, ну, почему же вы так делаете? Почему ты вот так себя ведёшь? А он нам говорит, а вот у меня сейчас ситуация. А идёт оправдание, а вот у меня такая ситуация, а вот я не могу. Понимаете, вот этот... Так какой же ты к чёрту депутат, иди прочь из Думы, не говорили ли как-то? Я вам о чём и говорю, что у нас очень много недограждан. Понимаете? Среди нас. Среди всех нас у нас, извините, депутаты из нашего общества. Все мы во многом недограждане. Кто-то недоговорит, испугается. Кто-то недоплатит налоги, кто-то не пойдёт в суд. Ваш прогноз на будущую Думу, она будет такой же в свете всех обстоятельств, которые мы сейчас видим? В ближайшем. То есть в следующем году? Да. Подождите, или через два года. Ну, в ближайшие. Да. По-моему, за следующий год. Пока такой же. Такая же будет Дума? Да, да. Как в этот раз? Потому что пока не вижу самоорганизующейся силы, пока не вижу, что те партии, которые вновь образуются, действительно думают о том, как изменить ситуацию. Они думают о том, как получить статус какой-то особенный. Пока не вижу. А те силы, представленные системной оппозицией, не вижу среди них, что они ищут действительно людей. Хотя, помните, я много раз вам говорил, у нас на территории области есть люди, способные возглавить область. Вы говорили, что я никак не увижу, где они, где они, где люди. Но, вот эти системные партии, как бы, оппозиции, да, они тоже с ними не работают. Почему? Потому что это люди, думающие, имеющие свое мнение и свою точку зрения. Но они ее никуда не выносят публично. Они, ну, у них нет вариантов. Ну, выношу же я от их имени вам массу вопросов. Да, но вы не собираетесь ни в губернатора, ни в мэра. Или собираетесь? Хороший вопрос. Да, хороший. Хороший вопрос. Давайте как-нибудь это обсудим, когда у вас будет эта тема. Хорошо? Давайте, хорошо. Ближе к выборам, да? Давайте обсудим. Отлично. Я напоминаю, что вы слушаете особое мнение директора аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» Азиза Агаева. Наверное, коротенькие сейчас темы возьму. Николай Михайлович Липатников в понедельник был у нас в программе «Дневной разворот» и говорил про отмену НДС. Он говорил, что нет, я цитирую, «более сложного для администрирования налога, чем НДС» и сказал, что в Кировской области готовится обращение к федеральным властям с призывом отменить НДС. Как вы к этому относитесь, к отмене НДС? Будет ли это способствовать собираемости налога с бизнеса? И каким образом? Полностью поддерживаю позицию Николая Михайловича. Уверен в том, что это будет способствовать. Это будет способствовать нескольким позитивным результатам. Первое – действительно увеличится собираемость. Второе – уменьшатся затраты на увеличение этой собираемости. То есть эффективность возрастет непосредственно. То есть не надо будет расширять штат, вводить новые программы? Наоборот, нужно будет уменьшать штат. Налоговый? Да. Уменьшать штат контролирующей структуры. В-третьих, будет в соответствии с конституционными требованиями будут понятны основания взимания, будут понятны, то есть не будут потом боковые какие-то ветки, новые трактовки закона и так далее, и так далее. Будут понятны, почему, сколько, в какой ситуации даже восьмиклассник или как теперь девятиклассник сможет сразу взять калькулятор и посчитать. Объясните тогда. Вот может быть бизнесмены, которые нас слушают и понимают, а другая часть аудитории не очень хорошо понимает. Что такое сейчас НДС? НДС? Налог на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость. Ты уплачиваешь его, и когда ты покупаешь товар, у тебя есть входящий НДС. И вот этот из уплачиваемого тобой НДС, значит, получаемого тобой НДС, то есть ты когда покупаешь товар, кому-то уплачиваешь деньги, то есть у тебя есть входящий НДС. А когда ты продаешь товар, у тебя есть НДС, который тебе заплатили. То есть ты из этого НДС вычитаешь тот, который ты заплатил, и в конечном итоге формируешь сумму, которую ты должен в бюджет заплатить. Я бы здесь покупаю товар. Но смотрите, это напрямую к добавленной стоимости не привязано. И раньше это было понятно, что сколько добавил, столько заплатил. А сейчас это напрямую не привязано, потому что есть ситуации, когда ты не можешь вычитать этот НДС и так далее. В общем, он очень сложный и запутанный этот налог. Достаточно сложный и запутанный, и еще сегодня есть масса вариантов ухода, связанных, и масса вариантов, когда налоговые органы необоснованно предъявляют к тебе претензии, чтобы ты не принял к вычету уплаченные тобой поставщикам. Я стараюсь в этом смысле... Вот смотрите, я же сначала сказал, что есть... Налоговая блестящий пресс-релиз буквально на днях, чуть ли не вчера, на трех страницах, очень хорошим языком. В финале этого пресс-релиза было сказано, что мы не кошмарим бизнес, мы просто работаем. Я думаю, что... Там очень много обоснований. Я думаю, что... Я об этом тоже уже говорил, что есть позитивные тенденции в работе налоговой, я их реально вижу. Это увеличение частоты встреч, это, значит, когда налоговая предупреждает, подсказывает, там и так далее, и так далее. Есть действительно масса позитивных тенденций. Но старые тенденции, разрушительно-негативные, они пока никуда не ушли. Если отменят НДС, что останется? Налог с оборота? Налог с продаж? Чем понятен? Что? Чем? Чем понятен? Получил 10 рублей? Да. И на тот процент, на ту ставку, которую установили закон, ты уплатил. Всё. Никаких вычетов, ограничений, там ничего. Вот получил и всё. И поэтому ты уже будешь думать о том, чтобы получить этот продукт таким образом, чтобы при этом получить максимальную прибыль. Чего непонятно? Отдельный разговор. Отдельный разговор. Надо с налогами разобраться, ликбез установить. Всё, закрывай эту тему. Но Николай Михайлович в этом смысле я его поддерживаю. Кто разбирается, тот понял. Да. Хорошо. Будем на это надеяться. Будем на это надеяться. Пять минут до перерыва у нас остаётся. Но вот, кстати говоря, вот здесь вот всё на самом деле понятно. И опять же про контролирующие органы. 28 июля 2015 года помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев провёл видеоконференцию с регионами. Это было заседание Совета уполномоченных по защите прав предпринимателей. Напоминаю, у нас в этой должности Вавилов в Приволжском федеральном округе. Там вот на этом заседании выступил уполномоченный при президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей. И он рассказал о запуске новой информационной системы. Это сайт, который позволяет выявлять злоупотребление со стороны органов контроля. Проще говоря, бизнесмены могут через сайт в Татарстане пожаловаться на слишком пристальное внимание со стороны контролирующих органов, названное злоупотреблением напрямую в пресс-релизе от ГПИ, который мы вчера получили. И вот этот опыт теперь Татарстана планируют ввести в других регионах. Он одобрен, обкатан, то есть может появиться и в Кировской области сайт, вполне себе официальный, который, видимо, будет под контролем ГФИ, под контролем полномоченных по защите прав предпринимателей, куда бизнесмены будут жаловаться на контролирующие органы, на злоупотребление. Хорошее начинание? Я хочу сказать, чтобы вы нажали кнопку, где там аплодисменты, и пусть аплодируют, все радуются, что теперь можно жалобы в электронном виде подавать. Ура, ура. Пустое начинание. Пустое. Почему? Потому что у программистов есть такое выражение. Если что-то автоматизировать, то есть если автоматизировать бардак, то получается не порядок, а автоматизированный бардак. То есть, хорошо, если меня приспичило, я эту жалобу бегом принесу уполномоченным. Я говорю, ну зачем тебе бежать? Ну ты, да слушай, ну ты зайди в интернет, напиши, покажи, что ты, значит, там продвинутый предприниматель. Зайди, там все как положено, напиши, там жалобу отправят, через секунду будет на столе у уполномоченного. И что? Что изменится? Да. Вы имеете в виду? Это как раз действие, понимаете, на публику, это показуха. Показуха. Это вот почему? Потому что... Вот что мы сделали, мы теперь еще более открыты и неудобные. Вот теперь мы продвинутые, там, почему международные рентинги не учитывают, что у нас можно жалобы подавать по интернету. Извините, мы не об этом говорим. А вот интересно, знаете мне, что, простите, пожалуйста, Ази Салей, сейчас просто будет перерыв. Знаете, что меня интересует? Я себе представляю ситуацию, когда приходит предприниматель к Вавилову, да, и говорит, вот я хочу, пожалуйста, на тех, на тех, на тех, на тех. Ситуация, потому что ведь каждое действие имеет несколько последствий. Да, конечно. Я тебе, может быть, и готов бы помочь, и помогу, наверное, но ведь, с другой стороны, ожидается, что... Часто ведь такое бывает, или поправьте меня, если ошибаюсь, человек жалуется, а в ответ ему еще больше проверок со стороны контролирующего. Такое тоже бывает. Такое тоже бывает. Даже я вот, значит, ситуацию могу там с нашей миграционной службой сказать. Когда мы написали жалобу на действие миграционной службы в суд, чтобы отменить их постановление, то миграционная служба ужесточила подход к этому человеку, и даже, значит, поместив его в спецприемник, так называемый, они называют спецучреждение, меня поправляли пару раз, я сказал, это для вас оно спецучреждение, а для нас это спецприемник. И после этого, значит, сделали так, что этот человек, чтобы защитить свои интересы, даже в суд не смог прийти, потому что он спецприемник, и там же не выпускают оттуда человека. Понимаете, так бывает. Но я не об этом хотел сказать-то. Я хотел сказать, что Андрей Молодец, он старается в рамках... Андрей Николаевич Валилов. Да, старается в рамках представленных, и я даже тут на прошлой передаче сказал, что я всегда считал, что это пустая должность, и нормальный мужик туда не должен как бы идти, если у него нет серьезных оснований. А Андрей старается из этой пустой должности, в которой полномочий-то нету, особенно никаких, выжать максимум для предпринимателей. Он молодец. Но мы должны учитывать, что у него нету законных полномочий. Он, пожалуйста, сегодня активно ведет переговоры с тем же Владимиром Васильевичем Быковым и с Перескоковым по поводу коэффициента К2, которые эти молчаливые депутаты одним поднятием руки проголосовали, увеличили два раза, или два с половиной раза налогообложение предпринимателей. Он борется с тем, чтобы они отменили его задним числом, потому что они ни с кем не посоветовались, ни с кем не поговорили, ни обсудили, ни продискутировали. Просто проголосовали. А если бы у него было бы право приостановить... Хоть какие-то полномочия официальные. Это принятое решение у него нету. Пожалуйста, он вмешивается, старается остановить нос этих нестационарных торговых объектов, где люди получают убытки, остаются без работы и так далее, и так далее. А у него нет таких полномочий, чтобы сказать судебным приставам, что давайте этого не будем делать. То есть, ну, учитывая, что у вас... Прерываемся на короткую рекламу, продолжим уже после нее, через две минуты. И это особое мнение Азиза Агаева, мы продолжаем. Ну вот у нас, у меня есть еще две темы, давайте поставим точку насчет создания, распространения опыта Татарстана по созданию сайта, который будет, видимо, контролироваться уполномоченным по защите прав предпринимателей в каждой области сайт, через который предприниматели могут жаловаться на превышение полномочий контролирующими органами, на прессинг. Вы сказали, это пустая затея. А в перерыве сказали, что вообще весь этот электронный документооборот, который так активно в последние годы вводится, и вообще все эти электронные системы, это тоже бардак. И эффективность не увеличивается. Нет, потому что автоматизировать надо уже процессы, которые имеют позитивный результат. То есть, если, например, очереди медицинских учреждений, да какая разница, как я в них запишусь? По телефону или по компьютеру? Если там порядок, если там есть место, если я могу записаться, да какая мне разница? Понимаете? А когда получается, что я не могу записаться, очереди там за два месяца, или эти же учителя, которые боятся там открыто сказать, но которым сегодня некогда воспитывать детей и обучать их, потому что большую часть времени они вынуждены тратить... И тут же мы представляем бедного Андрея Николаевича Вавилова, который сядет около этого сайта и вынужден... Вот ему пришли там... И его помощники... Посмотрим, придет ли еще. Потому что, посмотрите, в рамках защиты предпринимателей нужно изменить работу общественных советов. Понимаете, нам предприниматели говорят, вот, президент сказал, не кошмарить. А, значит, там пришла инспекция, не буду называть какая там, любая налоговая, трудовая, пожарная, там еще какая-нибудь, там, значит, МЧС еще, и вот, и так далее, да, контролирующие там у нас через запятую. И, значит, говорят, слушай, ну, у тебя все хорошо, но я не могу уйти от тебя без, значит, наказания, потому что меня прокуратура, значит... Должен что-то выявить, должен, да? Да, ты должен что-то... И причем выявить-то не меньше, чем на 3 тысячи рублей, это же план, понимаете? А если так, то меня заподозрят коррупцией, понимаете? В общем, вы не верите в эти процессы, которые сейчас происходят? Да, я верю, что люди наконец-то поймут, что они не бараны. Так, Азиз Алиев, его особое мнение. Я хочу с вами поговорить еще на тему ситуации с трудовыми мигрантами в России и в Кировской области. Уже с начала года, особенно с начала года, очень активно размещают публикации все ведущие абсолютно СМИ и агентства российские о том, что происходит сейчас с трудовыми мигрантами. С начала года виден серьезный отток трудовых мигрантов. Я вот сейчас сошлюсь на одно из последних сообщений от Интерфакса. В России осталось на 20% граждан Таджикистана, например, меньше, чем проживало в 2014 году. Причиной отъезда министра Тулуда Таджикистана назвал «Экономический кризис и ужесточение миграционного законодательства России». Я уже сказала, тенденция развивается с начала 2015 года. Что происходит сейчас в Кировской области? Не только представители Таджикистана касаются. Посмотрите в интернете публикации практически всех трудовых мигрантов. Что происходит сейчас в Кировской области и как это сказывается на бизнесе и на самих мигрантах в связи с тем, что, как нам показывает, ужесточается миграционное законодательство России? Ну, вопрос как бы не многополярный, или как это сказать, многосторонний, много имеющий массу своих сторон, которые можно освещать. Я хочу сказать, что я не видел обоснования вот ужесточение – факт миграционного законодательства. Я не видел обоснования этого ужесточения. Потому что, например, когда там считают количество правонарушений, которые там мигранты совершали, я хочу сказать, что я лично сталкивался с нарушениями, которые как таковые носят чисто формальный характер. Например? Ну, например, значит, человек просрочил подачу уведомлений о проживании на территории России. Но миграционная служба знает, где этот человек находится, где он проживает. Ну, вот он просрочил как бы. Они звонят, он на звонки отвечает. Зовут, он приходит там, да? Но тут же составляется на него протокол, и он штрафуется там на… Каковы штрафы? Ну, там от двух тысяч и выше. Но введены такие драконовские меры. Например, что если ты совершил два административных правонарушения на территории России, административные, это вот, ну, перешёл дорогу, ну, задумчив был, так сказать. На красный свет. Ну, на красном или неположенном месте. Это уже считается, как бы, с точки зрения, вот, значит, закона, значит, основанием для того, чтобы человека выдворить за пределы страны. То есть, два раза перешёл неположенном месте. И всё, и тебя положено выдворить. И это происходит? И это происходит в реальность, людей помещают. Потом есть… Хотя, хочу вам сказать, что по этому поводу и по этим вопросам и наши законы позволяют не принимать такие решения. Они говорят, ну, при малозначительности, как бы, там, совершённого правонарушения человека можно явить замечание, не отпустить его сбору, там, условно говоря, да? Конституционный суд говорит о том, что нужно в обязательном порядке исследовать и оценивать наличие реально существующих обстоятельств, которые… Почему он это сделал? Да, почему и что, и вообще имел ли он, как бы, там, желание, вот, ну, вот, знаете, ну, вот я перейду, потому что хочу нарушить, как бы, вот, ваш закон, который там, да? Умышленный. Умышленный, да. То есть, вот этот… Но мы-то знаем, что в наших органах исполнительной власти царствует формальный подход, вот, потому что, когда подход формальный, типа, они говорят, прокуратура к нам не, значит, не будет придираться. Понимаете, ужасная ситуация. Вы привели пример такой, который, ну, вряд ли реальный, когда два раза перешёл неположенном месте. Да, реальный. Может быть, приведёте то, что вот правда было, я почему его задаю, сейчас поясняю слушателям, кто, может быть, не в курсе, Азизу Агаеву такой вопрос, потому что он как раз сталкивается с такими ситуациями и помогает вести дела, да, в том числе и судебные в таких ситуациях. Ну, какие-то реальные, без имён ситуации, которые были, например. Ну, например, человек влюбился, значит, переехал жить к своей, ну, скажем так, гражданской жене, у них трое детей. Мигрант. Влюбился в гражданку России. Он три года назад переехал. Вот все знали, что он, ну, фактически… К ней. К ней, вот, но зарегистрирован был, как бы, по адресу, через улицу, это за 50 метров, условно говоря. Там зарегистрирован, тут живёт. Да, но ему звонили, он приходил, и вот три года его проверяли, всё у него нормально, там местная администрация довольна, он там помогает, когда нужна администрация, людям и так далее, и так далее. Ну, вот почему-то пришло время через три года взять и написать на него административный протокол, что он вот, значит, без разрешения живёт не в том месте, а вот за 50 метров. Ну, есть такая норма закона. Ну, хорошо, но он не живёт, но идите, сделайте ему разрешение, объявите ему замечание, скажите, что так нельзя делать, слушай, тут у нас закон такой, ты ведь живёшь в нашей стране… А что на самом деле происходит? На самом деле составили протокол, оштрафовали, и так как у него теперь, причём за один поступок, там, условно говоря, да, там можно два выписывать, там, разных составов, там, условно говоря, и получается, что всё, вот человек даётся заключение, причём без учёта того, что он отец троих детей, которые… — Является российскими гражданами? — Да, российскими гражданами, и вот он его депортирует, а после этого, так как он совершил два административных правонарушения, он минимум пять лет не сможет вернуться на территорию России. — Вернуться в Россию к своим детям и к своей жене. — Посмотрите, с одной стороны мы говорим, что надо по-людски к людям относиться, надо детей как бы не давать, чтобы сиротами были, да, чтобы помогать и так далее. А с другой стороны, своими же руками, ведь это государственные руки. — Много таких дел сейчас проходят? — Другой пример могу, вот вчера как бы обсуждали пример, когда, значит, один таджик по фамилии Багаев Иван Владимирович, значит, помещён в спецприёмник для выдворения. — Почему? — Ну, у него родители как бы здесь граждане России, а вот его, потому что он пока гражданин Таджикистана, так сказать, вот охочет сюда, но вот срок прошёл там… — А каким образом они, гражданин России, а он гражданин Таджикистана? — Ну, обстоятельства разные бывают, понимаете, разные бывают. Но мы можем вернуться потом к этим вопросам с вами… — А давайте мы сделаем один разворот более глубоко… — Да, с участием членов общественного совета в том числе и членов ОНК, которые наблюдают за содержанием… — Ну, так и сделаем. — Да, так и сделаем. А увеличилось количество подобных случаев или это стабильно как-то? — Увеличилось, потому что палочная-галочная система, она всё более укореняется в работе контролирующих органов. — Вот как страдают граждане, вы сейчас нам рассказали. А если, может быть, вы в курсе, там, в двух словах, потому что у нас две минуты и осталось, а страдает ли от оттока мигрантов трудовых экономика Кировской ООН? — Страдает. Я думаю, что, если вы спросите предпринимателей, даже в условиях кризиса, они очень часто не находят людей, которые должны выполнить те или иные работы, в том числе по строительству, по уборке, по копке. Такой достаточно тяжёлой работы, которую наши люди не всегда хотят выполнять и выполнять за приемлемую цену. — И это связано в связи с тем, что как раз трудовые мигранты, которые выполняли эту работу, сейчас уезжают? — По разным причинам. В том числе из-за курса, в том числе из-за… — Курса валюты? — Да, курса валюты, ужесточения миграционного законодательства, ну, и масса других, как бы, вариантов. — То есть есть эта ситуация, но и к чему она приведёт, какие прогнозы могут быть? — Если учесть, что обычно драйвером рост экономики является экономика, инвестиции, рост экономики является инвестиций и трудовые ресурсы, потому что чем больше ты вложил инвестиций и чем больше приложил рук, то выше и рост, то назначенный ответ напрашивается. Чем меньше рук заняты в экономике, тем меньше рост экономики. — То есть, ну вот трудно будет Владимиру Васильевичу Быкову в таком случае отчитываться о росте экономики? — Ну, Владимир Васильевич Быков не знаю. Лучше бы сказал, как у нас на круглом столе, что малый бизнес не растёт. Почему не растёт? Например, малый бизнес, потому что есть масса вещей, которые делает именно городская дума вместе с администрацией города. Ладно, будем говорить, что это типа начальник разный, да. Есть масса решений, принятых этими органами, которые затрудняют развитие малого бизнеса на территории городика. — Ну, и ещё одна тема для разворота на бизнес, например. Да, вот две определились с вами. Азиз Агаев, директор аудиторской конституционной компании «Бизнес-информ», напоминаю, между прочим, с ведущей программы «Союз нерушимый» и ближе, и сегодня, да, сегодня выходит программа в эфире. Завтра. Завтра в 13 часов. Завтра в 13 часов «Союз нерушимый» Азиз Агаев, Владимир Сметанин в записи, потому что Володя в отпуск. Да. И там будет нечто совершенно неожиданное. Спасибо большое и до встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова